Вместе с холодами приходит и угроза вирусов. Медики уже отмечают подъём заболеваемости ОРИ-COVID-19. Серьёзный удар по здоровью может нанести и грипп. Ежегодная вакцинация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. Вирус гриппа обладает изменчивостью и каждый год меняет свои свойства. И на основании этих изменений выпускается новая вакцина. На данный момент вакцинация против гриппа проводится инактивированной гриппозной вакциной производства Российской Федерации. В ближайшее время ожидается поступление вакцин на платной основе производства Франции и Нидерланды. Самые ответственные уже в очереди на прививку. Для вакцинации сейчас самое подходящее время. К активному сезону вирусов иммунитет уже будет сформирован. Перед уколом обязательный осмотр врача. Каждый год я вакцинируюсь и от гриппа, и от ковида. Все прививки сделала. Я считаю, что это важно очень для здоровья человека. Мы можем не только защитить себя, но и защитить своих родственников, родных, близких и друзей. И помочь этому иммунитету укрепиться за счет ведения правильного здорового образа жизни. Сейчас для того, чтобы охватить население наиболее максимально этой прививкой, созданы все условия. Благодаря передвижному прививочному пункту третьей поликлиники укол иммунитета можно получить на работе. Гимназия номер один принимает врачей каждый год. Сотрудники медучреждений регулярно посещают школы и предприятия города. Это очень удобно, потому что не всегда у людей получается в силу каких-то обстоятельств прийти, посетить наше медицинское учреждение. Поэтому нами организуются такие выезды. Каждый год я делаю прививки. Нас это устраивает, потому что не надо никуда ехать, по поликлиникам ходить. Я вообще считаю, что прививку нужно делать. Мы работаем с людьми, мы работаем с детьми. Мы должны быть всегда здоровы и нести угрозу для тех, с кем мы работаем. В 2023-м профилактической иммунизацией планируют традиционно охватить порядка 40% населения Могилёвской области. А это более 388 тысяч человек. В первую очередь ждут детей от 6 месяцев до 3 лет, людей с хроническими заболеваниями беременных, пожилых, а также работников здравоохранения.